Это городские новости Челябинска в деталях в студии Намельникова. Здравствуйте! И вот основные детали этого выпуска. Каждое погружение, как в первый раз. В воде могут быть всякие различные предметы, проволока, сети. Нештатные ситуации могут случиться в любой момент. Челябинские водолазы сдали экстремальный экзамен. Траста ничуть не хуже Сочинской и Южноуральские олимпийцы заканчивают последнее приготовление к белым играм. Спорт длиной в 4 года. Вот этот гараж должен быть короче на метр туда и на 3 метра туда. Соседи по улице Чапаева не могут найти общий язык. Легендарный цирк Дзюсалей готов удивить челябинских зрителей сказочной феерии и фантастической акробатикой. Сегодня у нас гостяк в рубрике «Главный герой» арт-директор шоу «Дролеон» Марк Шау. Спорт в массы. Еще одна хоккейная коробка появилась в Челябинске, на этот раз в поселке Федоровка. Пустой она практически не бывает. Расписание тренировок и чемпионатов составлены буквально по минутам. Кстати, в поселке не так давно отремонтировали еще и школу. Все подробности расскажем прямо сейчас. В 131-й школе поселка Федоровка теперь тепло одеваться не приходится. Вместо прошлогодних 80 градусов в классах этой зимой комфортная температура. С началом зимы в поселке запустили котельную. В школе вставили европакеты. В школьной столовой даже не было канализации. Вода утекала просто куда-то в землю, под фундамент. Текла крыша. В прошлом году все это было сделано, отремонтировано. Отремонтировали и пришкольную территорию, и перед Олимпийскими играми, что весьма символично, открыли новую хоккейную коробку. Я раньше катался, ездил в город, на большой корт ездил. Ну, еще тут катаюсь сейчас. Нравится тут. Хожу на команду. 60 человек пришло сразу. Здесь тренировки устроены. Вот мы всегда ходим, тренируемся. Поселковые школы традиционно были центром культурного и спортивного досуга. И впредь останется также. На новом корте могут заниматься хоккеем все желающие. Юлия Анфалова, Георгий Крисанков, СТС, Челебенск. Без комментариев и лишних подробностей, новости одной строкой прямо сейчас. В Челябинской области выявлено два случая свиного гриппа. Специалисты утверждают, вирус распространяется по России. Единичные случаи заболевания зафиксированы уже в нескольких регионах. По сообщениям СМИ, в Египте заразилось более тысячи человек. 24 из них скончались. Александр Попов отказался от амнистии по делу о пощечине. Как заявляет адвокат директора 31 лицея, он будет добиваться оправдательного приговора. Иначе суд обяжет удовлетворить гражданский иск на сумму в 300 тысяч рублей. Впрочем, дело о пощечине может быть закрыто и по истечению срока давности. Произойдет это 14 февраля. Метеоритная экспедиция «Ясь» вернулась на озеро Чебаркуль. Водолазы вновь прибыли на насиженное место, чтобы провести ряд исследований ила и воды в озере для ученых и экологов. Работы продлятся до конца февраля, так что годовщину падения небесного гостя водолазы встретят на месте событий. Не отстают от соседей и челябинские водолазы. Сегодня специалисты поисково-спасательные службы провели для них экзамен. Подлёдная аттестация прошла на одном из карьеров города. Все подробности далее. Помимо кислородного баллона за плечами Дениса пять лет опыта. За это время под воду он уходил около 500 раз. И каждый из них признается водолаз как первый. Потому что вода – это отрицательная среда для организма. И всего предугадать тоже нельзя, потому что в воде могут быть всякие различные предметы, проволока, сети. И нештатные ситуации могут случиться в любой момент. В считанные минуты спасатели прибавляют в весе полцентнера. Одни только водолазные ботинки тянут на 7 килограммов каждый. В таком виде экзамен на знание технического минимума подводники сдают ежегодно. И исключительно в зимнее время. Это отрицательная температура, это скользко, это снаряжение, которое одевает на себя водолаз, довольно-таки тяжелое. Потерялся ты, не потерялся. Это очень сильно дисциплинирует, ну и показывает уровень профессионализма водолаза. Ориентация под водой, подача сигналов и выполнение команд руководителя спусков. Сегодня экстремальный экзамен на глубине в 3 метра сдали 8 человек из 50 со всей области. Следующие на очереди водолазы Златоуста и Миаса. Мила Янкина, Кирилл Данько, СТС, Челябинск. Никакого вреда, сплошная польза. Жители села Красносельское Увельского района зря возмущались. По деревне ходили слухи, мол, для удобрения своих полей агрохолдинг Ориент якобы завез тонны отходов ферросплавного производства ЧМК. На деле оказалось, никаких поводов для беспокойства у жителей нет. Все необходимые экспертизы и разрешения руководством завода подготовлены. Вот это серое вещество, похожее на цемент, и есть феррохромовый самораспадающийся шлак или белит. С советских времен используется как неорганическое сельхозудобрение. В его составе кальций, который раскисляет почву, повышая урожайность. То, что жалуются, возмущены населения, они возмущены прежде всего из-за недостатка информации. На сегодняшний день полный пакет документов имеется в администрации Увельского района и непосредственно в администрации Красносельского села. И, в принципе, любой житель может зайти и поинтересоваться. Паспорт безопасности химической продукции. Тех условий, регламент по использованию шлака для известкования почвы и множества других положительных экспертиз на руках у руководства ЧМК. Не хватает лишь одного документа. Шлаки, которые много лет числились в госреестре разрешенных применений удобрений, сейчас в него не внесены. Но с апреля они вновь вернутся. Наверное, это будущее сельского хозяйства, потому что нет возможности у крестьянов купить по такой дорогой цене химические удобрения. И они, наверное, обратятся к руководству ЧМК, потому что Тюмень уже работает на этих раскислителях. Но мы, имея дома такое, и мы почему-то не флагман, мы не первые. Тюменцы уже 30 лет сотрудничают с ЧМК, закупая феррохромовые шлаки для производства удобрений. В итоге урожайность закисленных почв увеличивается вдвое. Если бы шлак наносил вред экологии, тюменцы просто-напросто не смогли бы с ним работать. Если бы такие вопросы возникли, на протяжении 30 лет мы работаем, то нас бы давно, наши дети, приостановили все официальные органы. Нас проверяют. Мы же не просто так вот на ЧМК взяли, привезли и внесли. Документация соответствующая делается, составляется проект. Это всё утверждается через все инстанции. Более того, специалисты ЧМК усовершенствовали советские агротехнические технологии и стали применять современные тонкие технологии очистки шлака. Они выяснили, что при соединении неорганического шлака с навозом получается более эффективное удобрение. Уже с 2013 года шлак поставляется на Красногорский свиноводческий комплекс. В Челябинске, возможно, появится центр единоборств. Он станет одним из шести, которые планируют построить в России. Накануне легендарный спортсмен Фёдор Емельяненко обсудил этот вопрос, среди прочих, с Борисом Дубровским. Перед серьёзным разговором «Подарок» Фёдор Емельяненко презентовал главе региона перчатки со своим автографом. Далее по регламенту президент Союза ММА обсудил с Борисом Дубровским возможность создания в Челябинске специального центра единоборств одного из шести в стране. Это будут центры, скажем, они будут аккумулятировать себе единоборцев, не только какой-то отдельный вид спорта, но где будут проходить постоянно соревнования, где будут постоянно проходить спортивные сборы по тем или иным видам спорта. По словам Емельяненко, основная задача такого центра – готовить спортсменов к чемпионатам России и мира. Однако президент Союза ММА отметил, что до реализации подобного проекта в Челябинске ещё далеко этот вопрос продолжат обсуждать в апреле, когда Фёдор Емельяненко снова посетит Южный Урал. Понастроили. В частном секторе Ленинского района разгорелась настоящая драма между соседями. Одни возвели этаж над гаражом, другие через суд доказали незаконность постройки. Правда, за четыре года ситуация никак не разрешилась. В междомовых баталиях разбиралась наша съёмочная группа. Чапаева 26 и 24. Два дома стоят рядом почти как братья-близнецы. Даже во дворе нет забора, сразу кирпичная стена. Вот только семье подлесных столь тесный контакт с соседями не по душе. Говорят, с крыши снег падает. Боятся и более серьёзных обрушений. Никто не может гарантировать, что и первый этаж, и второй этаж в своё время не рухнет. Почему мы должны как на иголках ходить и думать о том, что оно вот-вот рухнет. Виталий подлесный поясняет, на их территорию соседи не залезли. Правда, должны были на границе участка построить забор. Вместо этого сделали гараж. В качестве аргументов мужчина приводит результаты экспертизы. Вот этот гараж должен быть короче на метр туда и на три метра туда. Почему не доглядели раньше? Здесь показания соседей расходятся. Подлесный утверждает, купил землю в 96-м. На тот период, по его словам, строения не было. Соседка Елена Сосина заверяет в обратном. Мы самые первые построили. Мы построили это в 94-м году, когда здесь проходил ручей. После, в 98-м году, пришёл к нам подлесный и подписал эту землю. Сосина показывает разрешение на строительство от 95-го года. Правда, речь там только о гараже. А надстройке ни слова. Кто когда что построил, в споре соседей трудно установить истину. Но в 2010-м подлесный выиграл суд. Умерить строительный аппетит Сосиных поручили приставам. Они придут раз-два, её дома нет. Дальше на этом что? Опять полгода пауза. В лучшем случае попадут на неё, выпишут ей штраф. С понятыми, без понятых. 500 рублей. В управлении судебных приставов пояснили, самовольно пригонять кран они не имеют права. Проводить демонтаж за свой счёт, тем более. Это должна сделать семья Сосиных. Скорее всего, на часть их имущества наложат арест. Так покроют расходы работы спецтехники. Вот только когда это произойдёт, не знают. Тут специфику, столько может быть проблем, связанных в связи с этим. Поэтому конкретно срок мы не можем определить. Одни обвиняют соседей в зависти, другие указывают на угрозы в свой адрес. Судя по всему, спокойной жизни в этих домах ещё долго не будет.